Привет! Тема этого видео – интеграция межстраничной рекламы в Unity-приложение. Как подключить самый популярный полноэкранный формат объявлений? Сначала речь пойдет об особенностях самого формата. Какие он имеют преимущества, как правильно его использовать в приложении. Далее мы проведем загрузку и отображение межстраничной рекламы. В конце проверим корректность интеграции. Межстраничная реклама, иначе называемая Interstitial, это полноэкранный формат рекламы, который перекрывает экран приложения во время естественных пауз. Например, при переходе между уровнями игры или в момент окончания целевого действия. При этом у пользователя есть выбор – или нажать на объявление и перейти на сайт рекламодателя, или же закрыть рекламу и вернуться в приложение. В момент показа внимание пользователя полностью сконцентрировано на рекламе, поэтому стоимость ее показа обычно выше, чем у баннеров. Посмотрим план интеграции межстраничной рекламы. Первым делом настроим загрузчик рекламы Interstitial ID Loader. Затем сформируем рекламный запрос, передадим ID рекламного блока, загрузим объявление. Зарегистрируем обработчики пользовательских событий и в нужный момент отобразим объявление на экране. Перейдем к нашему тестовому проекту. Мы уже установили Unity плагин, добавим скрипт для межстраничной рекламы. Interstitial Controller. Наследуемся от MonoBehaviour. Добавляем код загрузчика. Добавляем импорты. Мы создаем объект Interstitial ID Loader. Подписываемся на события успешной загрузки объявления и ошибки при загрузке объявления. В успешной загрузке объявления сохраняем полученные объявления в нашу внутреннюю переменную Interstitial. Также добавим сюда логи, чтобы узнать, когда наступят эти события. Добавим подпись Яндекс.Этс, чтобы нам проще было их потом найти. И добавим лог на ошибку при загрузке. Отмечу, что повторная загрузка объявления в момент события ошибки загрузки крайне не рекомендуется, поскольку это приведет к бесконечному циклу ошибок. Setup Loader мы вызовем на Awake. Добавим метод загрузки объявления. Для загрузки объявления нам нужно указать ID рекламного блока. В этом уроке мы будем использовать Demo Interstitial Яндекс. Демо-блоки хороши тем, что позволяют на этапе отладки исключить возможные моменты неподбора объявления и тем самым ускорить вашу отладку. Но перед публикацией приложения не забудьте заменить их на реальные идентификаторы блоков из интерфейса рекламной сети Яндекса. В Builder ID Request Configuration также можно передать дополнительные параметры для более эффективного подбора объявления. Подробнее об этом вы найдете в публичной документации, ссылка на которую будет в описании видео. Далее полученную конфигурацию передаем в вызов loadAdd для загрузки рекламного объявления. После получения объявления в методе handleInterstitialLoaded добавим ему обработчики событий взаимодействия с пользователем и добавим имплементации этих событий. Импортируем EventArgs. Для рекламного объявления Interstitial поддерживаются следующие события. OnAddyClicked срабатывает в момент клика по рекламе. Добавим сюда наш лог. OnAddyShowed в момент начала показа. OnAddyFailedToShowed в момент ошибки при показе. OnAddySmithed в момент закрытия рекламного объявления. OnImpression в момент регистрации показа. При этом в объекте impressionData доступны данные о показе, включая вознаграждение. Добавим метод показа объявления. Создадим специальную кнопку, по нажатию на которую будем вызывать этот метод. Добавим импорт. Первую загрузку объявления мы будем вызывать после SetupLoader на Awake. Мы загружаем объявление сразу и ждем нажатия на кнопку для последующего показа. Еще такой подход называют предзагрузка объявлений. Мы заранее загружаем объявление для того, чтобы в момент показа пользователю не приходилось ждать загрузки. Загрузка занимает определенное время, за которое пользователь теоретически может уйти из вашего приложения. Поэтому предзагрузка объявлений позволяет исключить этот фактор и сразу отобразить объявление на экране. После того, как объявление закрыто, мы сразу вызовем загрузку следующего объявления. И также, если произойдет ошибка при показе, мы вызовем загрузку следующего объявления. Остается освободить ресурсы. Добавим метод DestroyInterstitial, в котором мы вызовем у рекламного объявления встроенный метод Destroy и занулим его. Это необходимо делать для предотвращения утечек памяти. Вызовем Destroy перед загрузкой следующего объявления. Если у вас в приложении множество сцен и контроллер будет создан в одной из них, то для сохранения предзагруженных объявлений нужно добавить Don't Destroy Unload. Для того, чтобы при переключении между сценами Interstitial Controller не удалялся вместе с предзагруженными объявлениями. Посмотрим на весь сценарий еще раз. При создании Interstitial Controller мы вызываем загрузчик объявлений. Загружаем Interstitial. После успешной загрузки сохраняем его в локальную переменную. Подписываемся на события жизненного цикла. И в момент нажатия на кнопку вызываем Show. После закрытия объявления освобождаем ресурсы и загружаем следующее объявление. Возвращаемся в редактор. Создадим кнопку. Добавим импорты. Перенастроим Canvas. Перетащим кнопку. И добавим текст. Show. И повесим на кнопку наш скрипт. Сохраним сцену. Соберем проект под Android. Переходим в Android Studio. Наш проект запустился на эмуляторе. Смотрим логи. Успешная инициализация SDK. Интеграция Interstitial. И наш лог об успешной загрузке объявления. Проверяем показ. Видим, что объявление отобразилось. И видим логи. Показ объявления. Регистрация показа. Закрытие и загрузка следующего объявления. Мы проверили корректность интеграции под Android. Сборка под iOS будет аналогичной с той разницей, что логи SDK нужно искать по слову Яндекс Mobile Ads. Подведем итоги. Особенность межстраничной рекламы в том, что она полностью захватывает внимание пользователя. По этой причине мы рекомендуем показывать объявления во время естественных пауз в приложении, когда пользователь готов с ним взаимодействовать. Так вы сможете монетизироваться, не ухудшая пользовательский опыт. Рекомендуем заранее загружать объявления, чтобы в нужный момент они отрисовывались мгновенно. Я ранее показал вам один из вариантов, как это можно сделать. Добавлю только, что если у вас в приложении множество блоков, то не стоит предзагружать объявления для всех сразу. Запрашивайте только для тех, которые с высокой вероятностью будут показаны. Обращайте внимание на метрику доля показов или доля видимых показов в интерфейсе рекламной сети Яндекса. Если она ниже 20%, это повод задуматься над изменением алгоритма кэширования. Чем доля показов выше, тем лучше. А проверить корректность интеграции можно с помощью демо-блоков, встроенных логов и функций обратного вызова.